Приветствую, друзья! Не так давно мы с вами подробно рассмотрели очень любопытный ЦАП SMSL D6. Сегодня же я предлагаю взяться за его прямого конкурента Topping E32, который также базируется на двух чипах Asahi Kasei AK4493, а за USB отвечает проверенный временем XMOS XU208. В чем-то варианта Topping обходит SMSL, в чем-то уступает. В том числе и об этом я сегодня предлагаю подробно поговорить. Собственно, поехали! Пришел девайс небольшой картонной коробки нового образца с наименованием производителя и адресом официального сайта на торце. В комплект нам положили подробную инструкцию по эксплуатации, гарантийную книжку, пульт дистанционного управления, USB кабель и небольшой шнур питания также на USB разъеме. Для работы устройству необходимо 5 вольт 1 ампер, то есть работать ЦАП может от совершенно любого зарядного устройства для смартфона или же павербанка, что кстати добавляет ему мобильности. Пульт управления за последние, наверное, года 3-4 ничуть не изменился, а в нем все так же половина кнопок попросту не задействована. Из важного на него вынесли кнопку включения, временное отключение звука муд, переключение входов, регулировку громкости, выбор цифрового фильтра, включение автоматического режима сна и изменение яркости дисплея. То есть почти все, на что только способен девайс. Корпус ЦАПа полностью сделан из металла, сверху у него красуется логотип пройденной Hi-Res аудио сертификации, снизу он надежно стоит на четырех порезиненных ножках. По входам имеем стандартный комплект из оптики коаксиала и USB, а на выход идет только лишь одна RCA пара. В отличие от того же SMSL D6 здесь нет ни Bluetooth, ни балансных TRS разъемов. Проще, как говорится, некуда. Ну а на фронтальной части находится дисплей и единственная сенсорная кнопка, которая включает устройство, переключает входы и переносит нас в системное меню. Для этого необходимо зажать ее на 5 секунд в режиме ожидания, после чего нам станут доступны настройки DSD-фильтра, выбор яркости дисплея, ручной или автоматический режим сна, режим предусилителя с фиксированной громкостью или же здесь можно полностью отключить пульт дистанционного управления и даже сбросить настройки по умолчанию. На главном экране отображается активный вход, уровень громкости и текущие параметры сигнала. Выглядит это конечно не читая SMSL с его одинокой частотой дискретизации. Здесь экран цветной и очень информативный. Из начинки известен USB-чип XMOS XU208 и два обновленных фирменных конвертера Asahi Kaseya K4493S. Подключайте к ЦАПу имеющийся у вас источник, в моем случае это USB, ну а выход может сразу идти на активные мониторы или же через внешний усилитель на пассивную акустику или наушники. Очередной раз напомню, что если у ЦАПа нет полноценного выхода для наушников, то для их использования обязательно нужен соответствующий усилитель. В частности, с Topping E32 я использовал специально созданный к нему в пару усилитель для наушников Topping L32 и ламповый Ampapo A1. Включается ЦАП автоматически, далее выбираем активный вход, регулируем с пульта громкость и все, можно включать любимую музыку. Под Windows 10 ЦАП подхватывается автоматически, готовый к работе посредством режимов VSEP. Для поддержки же старых версий системы, асио интерфейса необходимо установить соответствующие драйверы. В случае Topping SMSL я лично всегда их устанавливаю, чего и вам советую, только ничего там не меняйте. По форматам нам доступен PCM до 32 бит 768 кГц, DSD до DSD 512. Аппаратное декодирование MQA героя обзора также не поддерживает. Тут с D6 у нас полный паритет. Со смартфонами ЦАП также успешно работает, в том числе и через специализированный BitPerfect режим с аппаратной регулировкой уровня сигнала. Доступна такая в Hibe Music, USB аудиоплеер и других программных плеерах на Android. Измерение снимал 24 бита 96 кГц на АЦП Evanda Cosmos. В результате имеем вообще все графы в положении отлично. Просто идеальная кривая АЧХ, шумовая полка на минус 155 дБ с легким шумом до минус 145 дБ. Здесь, кстати, пробовал разные повербанки и качественное питание, но нет, шумы от этого не зависят. Далее имеем отличный динамический диапазон. Интермодуляционные искажения на уровне минус 135 дБ, а гармонические на минус 130 дБ с процентным соотношением 0,07%. Куда уж, друзья, как говорится, лучше. Технический ЦАП ну просто идеален. Звучит же топпинг E32 почти так же, как и его конкурент SMSL D6. Единственное, в последнем прямо в меню вывели так называемую окраску тона. Оттого в первом режиме он куда резче и нейтральнее герой обзора, на втором детальнее и чуть собраннее, а вот на третьем и четвертом звук от E32 почти не отличается. Некоторая разница, конечно, есть, но ей по большому счету можно пренебречь. Ну а поскольку звучание D6 я в основном описывал на первом и втором режиме, думаю, всем будет интересно узнать и о характере топпинг. Еще одним бонусом E32 считаю созданный к нему в пару усилитель для наушников L32, который действительно просто идеально с ним сочетается. В целом, звучание ЦАПа можно назвать довольно-таки техничным, собранным с легким аналоговым смягчением и превосходной прорисовкой нюансов. Если вы любите какую-то преимущественно электронную или электрическую музыку, это ровно то, что вам нужно. Приятная слуху масса, неплохая мелодика и в выразительности довольно-таки подробное построение сцены в ширину и глубину. Не идеал, но очень достойно. В недочеты запишу лишь зачатки тембрального объема, глубины и насыщенности, но это по сути бюджетное решение, так что требовать от него всего и сразу было бы несколько наивно. С другой стороны, если сравнить звук E32 с современными аудиоплеерами, то это будет сегмент 40-50 тысяч рублей, что, как вы понимаете, намного превосходит ценник данной связки. Бюджетный стационар это уже само по себе солидно, но бывает, конечно, и гораздо лучше. Хорошим таким трамплином качества для героя обзора может стать, например, ламповый усилитель. Так, сам папа 1 мне уже хватало и объема, и сока, и естественности звучания. Тут лучше отталкиваться от стилистики. Для чего-то мелодичного, вокально-ориентированного, этнического или изначально аналогового лампа будет в самый раз. А вот под всякие скоростные и тяжелые жанры куда лучше себя покажет родной L32. Хотя на том же фанке каждый из усилителей привнес звук нечто свое и в обоих случаях было чрезвычайно занимательно. Бас здесь собранный, текстурный, серединки может чуть-чуть не хватает жирка, а высокие настолько продолжительные, насколько хватает ваших наушников. Из которых рекомендую выбирать что-то потеплее и понасыщеннее на средних частотах и не сильно яркое на верхах, иначе все это передаст ровно так, как оно есть. У D6, если вспомнить, на верхах АЧХ была не такая ровная. С разделением инструментов, качеством построения музыкального полотна и передачей непосредственно характера звука здесь, друзья, полный порядок. Отличный, как для своей цены аппарат, все больше ловлю себя на мысли, что за неимением монстров гонял бы его с превеликим удовольствием. За 150 долларов смело берите или его или уже упомянутый D6 от SMSL оба аппарата просто превосходны. Подводя итоги, стационарный ЦАП Topping E32 прекрасно выглядит. Дисплей просто загляденьем. Имеет компактные габариты, возможность работы от павербанка, продвинутое меню настроек, все необходимые на сегодня виды цифровых входов, пульт управления и конечно же просто шикарные результаты измерений. Технически и в плане сборки ЦАП, повторюсь, великолепен. Да и возможности у него прямо скажем не маленький, один только DSD-512 чего стоит. Из минусов по сравнению с D6 отмечу отсутствие Bluetooth, балансных выходов, регулировка уровня только с пульта, а также довольно непривычное для аудиотехники сенсорное управление. Зато тут лучше АЧХ и куда более информативный дисплей. В остальном все плюс-минус паритет. По подаче же ЦАП имеет хороший такой уклон в четкость, техничности, прорисовку материала. Е здесь конечно легкое такое аналоговое смягчение, но оно тут скорее для атмосферы. С родным усилителем аппарат прекрасен для каких-либо быстрых и агрессивных жанров, а если чуток украсить звук лампой, то можно буквально часами залипать на джазе. В своем сегменте ЦАП просто гениален, можно смело брать, я одобряю. А на этом у меня все. Это был стационарный ЦАП Topping E32. Всем добра, подписывайтесь и присоединяйтесь ко мне во Вконтакте и Телеграме. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok